Ну хорошо, я посвящаю этот урок. Надеюсь, что он будет достойный. Скорейшее поздравление мамы, любимого нами Рава Ильяу, Эстер Бас Хаим Цви и Ля Гавди. Сегодня неделя со дня, когда мой родственник Дова Коган пал смертью храбрых во время секретной операции на территории Газы. Так что вот много вещей, которые надо помнить. А вы знаете, Газа на самом деле это не Газа, а Аза. И Аза это еврейский город. Знаете, Аза это от слова «оз» – сила. Как сказано у нас в псалмах, «Ашем оз ляму и тен, Ашем и варехат амоб бешалом». Акадож Баруху даст народу «оз» – силу, мужество, и благословит его миром. То есть, как бы идея названия этого города – тот, кто мужественен и готов постоять, и не считается своей личной жизнью, он может спасти народ в целом. Это Кедуша Шем. Величайшая митсва, так пишет Рамбам, величайшая митсва в Таре – это митсва Кедуша Шем. Не отступить и не сдаться врагу, который напал на Иславе. Вот у арабов такого слова нет. Газа – все это ничего не говорит. А у нас это Аза. Причем Аза – это действительно старинный еврейский город, который упоминает Сабхумаши, то есть еще со времена Абрамовину. И у нас тут, куда пришел Ави Мелах, где заключить союз с Ицхаком, в Грар, в город Грар. Город Грар – это как раз в районе Газы. Тоже Грар. Грар. У меня, моя дочка живет недалеко, в Бей-де-Калим, то есть такой район Лахиш. Посмотрите, большинство виноградов, вкусного винограда, есть зеленый виноград и есть коричневый, коричневый сладкий. Растет там в районе, в Бней-де-Калим, в районе Лахиша. И когда мы будем читать про Давида Мелаха, Давида Мелаха, ну, в начале Шауля Мелаха очень боялся соперничества Давида Мелаха. И, в конечном счете, Давид должен был уйти от него в город Циклаг. Ну, так, это как раз мало что надо развлечить. Циклаг. Циклаг – это там, рядом с вот этим поселком, поселением Бней-де-Калим, это Циклаг. Правда, сейчас это не раскопано еще. Вы знаете, там, в этом районе Лахиша, огромное количество таких холмов. Бол, на самом деле, как и Тель-Авив. Тель – это не обычный холм. Это холм, который насыпан на месте какого-то исторического города. Поэтому, если есть какой-то Тель, это сигнал, что там надо копать. Много есть Тель. Почему назвали Тель-Авив? Потому что Герцель, когда он написал свое первое письмо или сочинение, манифест о создании еврейского государства, он назвал это «Алт-Ной-Штат». «Алт» – это старое, то есть это Тель. «Ной» – это весна, Авив. Поэтому Тель-Авив, в отличие от… Там нет холмов, может быть, есть какие-то холмы, но в целом это единственный город, который не назван на основании того, что там есть какой-то город. Потом постепенно, как бы в ходе истории, все-таки это прошло несколько тысяч лет, засыпало песком, песком и всякими строительными материалами. Можно раскопать потрясающе. То есть, если кто-то интересуется археологией, очень советую, значит, можете приезжать прямо в этот район Лахиша и начинать раскопки. Там Лахиш, Лахиш сам по себе это историческое место, а Циклак, может быть, там есть какие-то остатки Давида. Давид Амеллах говорит, когда Шауль изгоняет его, он говорит, ты меня изгонял из Эрц-Исраэль, и, говоря мне, иди служить другим богам. И, как бы, почему он имел в виду, как бы, Шауль никогда ему не сказал, что иди служить другим богам. Наоборот, я думаю, он тоже в этом смысле был Шма-Исраэль, Ашам-Ал-Кейн, Ашам-Эд-Ха. Но когда мы знаем, когда ты живешь не пределов страны Израиля, то это, как бы, это уже и было поклонство. Потому что, а кто же в руках он находится в Эрц-Исраэль? Вот я на одном из Бритмела, своих внуков там, в Бейт-де-Калим, сказал такой Двар Турая был Сандак, а Сандак должен, как вы знаете, говорить потом Двар Турая, я сказал, смотрите, мы сейчас находимся практически в Цикладе, куда Давид Амеллах был изнан, и он считал, что его послали служить другим богам. Но что здесь у нас происходит? Там огромный Бейт-Акнесет, это поселок, да, там в субботу собираются сотни молящихся, да, и в течение недели тоже, особенно в субботу, потому что часть людей уезжает работать в города, в соседние города, в Криадгад, Шкелон, Ашдот, а в субботу все собираются. Молитва. Сефер Тура читает Тору, да, естественно, Бритмела. То есть ясно, что Кадош Баруху расширил свои пределы. Так мы говорим, когда благословляем. Зай говорит Барух Мархив Гулот Амана. Тот, кто расширяет, Кадош Барух расширяет пределы своего властвования. Больше уже, если бы Давида Амеллаха сейчас изгнали бы туда, в Циклагу, он бы не сказал, что ты меня послал служить другим богам, а он бы спросил, когда у вас здесь Менха, потому что там не один поселок, там много поселков. И вот очень интересная, как бы очень интересная иллюстрация вообще из истории, в частности, из еврейской истории. Бней-де-Калим, ну если вам это что-то говорит, был такой поселок, Невей-де-Калим, в районе Газы, да, то, что называется Гуш-Катив. И оттуда вы их изгнали. Вот жили там еврейские поселенцы, в районе Невей-де-Калим, и был такой генерал Шарон, министр обороны, потом глава правительства, который сказал, что очень хочет спасти, значит, жителей, собственно, Израиля, в кавычках, да. И из-за того, что вот арабы недовольны в Газе, что евреи живут там, в этих поселках, значит, надо их изгнать, и тогда будет спокойствие. Ну и мы знаем, какое началось спокойствие, которое кончилось резнёй 7 октября. Вот очень интересный момент, когда еврейских поселенцев, 10 тысяч человек, знаете, это вообще варварство, да, брать евреи, изгонять его из-за Газы, которая является территорией, как и страны Израиля. Изгонял его из-за страны Израиля. И эти жители, так называемые, знаете, Отефаса, вот этот район, где была вся эта резня и погромы, Отеф – это от слова Маатафа, это оболочка, окружение Газы. Там кибуцы, левые кибуцы, они радовались, они сказали, так вам и надо, поселенцы, из-за вас мы страдали, да, теперь вас не будет, и нам будет спокойно. А что получилось, наоборот. Вот, и не только то, что там, когда были еврейские поселенцы, то, следовательно, было наблюдение за арабами, и они не могли так свободно, как бы, строить свои ракеты и подземную тоннель, потому что там находилось постоянное присутствие армии. А просто, как бы, они сразу стали обстреливать эти поселки. А потом, как вы знаете, из них, то есть, рано радовались, да, рано радовались. Сейчас они плачут и говорят, вы нас не защитили, знаете. Конечно, сейчас, как бы, неуместно выставлять такие претензии к ним. Вот, но мы так в рамках своего урока, поскольку он учебный, мы можем сказать, а чему вы радовались? Потому что евреев изгоняет из газа, и вам будет теперь спокойно, вот вам спокойно, вот это вы хотели. Потому что понятно, что в этих поселках, в районе Газы, были сильные отряды самообороны. То там жили молодые люди, которые служили или в кадровой армии, или только что отслужили. То есть, люди, которые превосходно владели оружием, приемами боя. И так же, как произошло, вы знаете, когда в некоторые поселки, которые проникли эти погромщики, они встретили сопротивление. Небольшой кучки людей, которые были вооружены. У них не было отрядов самообороны. Они полагались на арабов, что они такие хорошие, они их как бы не тронут. Друзья и братья. А если бы у них были бы такие сильные отряды самообороны, то отбили бы сразу. Сейчас я был недавно совершенно уже в эти дни, в субботу у своей дочери, в этом поселке Бней-де-Калим. И я спросил своего зятя, который бывший порушитель, естественно, и говорю, ну как у вас есть это, самые отряды самообороны. Он говорит, 50 человек, то есть полроты, вооруженные оружием. По голове их стоят боевые командиры. Представьте себе, если только они бы сунулись туда, не только бы им оказали отпор, их бы догнали до газа, но, как известно, до газа они не успели убежать, всех положили. Это по поводу того, что газа – это еврейский город. И действительно стоит изучать. Но, во-первых, газа, правда, мы встречаем в упоминании с Шимоном, великий, Шимшон, вернее, Шимшон, который так влюбился в долину, а долина на иврите – это жидкая. Нет слова «жид», а слова, что она была такая расплывчатая, мутная. Да, вроде бы любила, вроде бы не любила. И там сказал Шимшон Агибор, он там погиб в газе, потому что сказано в песне «Песне» и сказано так «Аза кимабет ава». Аза сильная, горькая, острая, как смерть. Любовь, она так же опасна, как смерть. Все, кто когда-то влюблялись, знают, насколько любовь, она как бы оборудоострая. Иногда она окрыляет, иногда она убивает, если объект любви не отвечает тебе взаимностью. Да, то ты не знаешь, куда деться. Хоть бы некоторые даже, не дай Бог, кончали самоубийство. Аза, вот это Аза, это евреи. А у нас действительно город Аза известен из истории, из современной истории, современной истории, судяная современная история. Средневека – это современная история. Вот я говорю, все поют на субботу, правильно? Вы здесь в Махоне поете. «Рибон, о лам, вей, о лам, а я, вей, о лам, а я». Ну так я немножко фальшивю. Эта песня очень известная, очень популярная. Особенно это гимн Хасидей Вижниц. А кто ее составил, кто написал эту песню, красивую песню, и тот, кто знает немножко о Рамид, вот те, кто учится у меня в Гимаре, знают немножко о Рамид, они запросто, понимая слова этой песни, она написана на Рамиде. «Раб Исраэль Надяра». Как знаете, здесь у нас улица. «Раб Исраэль Надяра». А это был главный раввин города Газы в XVI веке. То есть евреи жили тогда в Газе. Причем известная очень много, не одну песню составила. Много песен, которые мы поем. Знаете, есть такие песенники хорошие, в которых указаны имена авторов. Не все такие есть песни, такие песенники халтурные, а есть, которые указаны, читаешь. Вообще это шло рядом. Поэзия и вера, и тара. Интересно, да? Ну, к сожалению, другая личность, менее печально известная, скажем. Это Шабтай Цви. Как вы знаете, у нас был уже Машех, который объявил себя пророком, а который объявил себя Машехом. Это был Шабтай Цви. Откуда он и пришел? Из Газы. Понимаете? То есть видно сразу, что Газа была живым, кипучим центром в каком-то жилой массе евреев. Это не во время сионистского поселения. Это 15-16 век. Вот что такое Газа. То есть можно сказать, мы возвращаем Газу его настоящим хозяевам, евреям. Да? А во время разделения земли Израиля и Иошуа Газа входило в пределы или нет? Ну, в принципе, зависит от... Да, конечно. Во времена... Вы имеете в виду времена 48-й год? Не-не-не. Когда во времена евреев... Когда восстание... Не из пустыни, когда евреев... А, безусловно. Безусловно. Ведь сказано от реки Великой, Великой Египетской реки. Там есть спор. Как бы... Географы спорят, что такое Великая Египетская река. Ну, обычно считают, что это Нил. Да? Ну, прямо не сказано Нил, потому что вроде бы далеко там еще отеляют от Нила Синайской пустыни. Они есть в Аде-эль-Ариш. Да? Это прямо на Синайском полуострове. Это как бы... Если представляете себе Синайский полуостров, посередине проходит эта в Аде-эль-Ариш, которая, вообще-то, как всякая в Аде, наполняется водой только вот во времена паводков или во время дождей. И тогда это действительно превращается в бурную реку, которая невозможно произойти. В любом случае, безусловно, газа и все это находится с этой стороны границы. Это было отделено, как еврейское государство. Арабы захватили. Захватили на землю. Знаете, я видел недавно в Ютьюбе, чему учат арабских детей даже здесь, в Израиле. Там показан спор одной девочки 13 лет в школе, арабской школе, с евреем. Вот она ему говорит, ты вот... вы не отсюда, вы не отсюда, вы его... Ну, говорит, может быть, ты родился здесь, да, и твой отец родился здесь, и твой дед родился здесь. Она уже знает, что у нас есть много поколений. Но твой прадед не родился здесь. А я живу на уле, на лестничной клетке с господином Райхманом, который восьмое поколение в Израиле. То есть, это не только деды, прадеды, прапрапрадеды и так далее, подобное. Но это все не так важно, да. Вот у меня есть, я выпечатал из Гугеля, это все в доступном виде, сказано, статья такая очень интересная, как говорится, она говорит о происхождении арабов. Вот она говорит так. Меня интересовала история вот тут выпечатана, что он говорит так. Когда когда знаете, кто помнит, когда арабы пришли в Иерусалим, в 648 году, в 48 году, это легко запомнить, поскольку это год независимости, 1948, а они, значит, 1300 лет до этого, вот как будто бы хотят сказать, что поскольку Ишмаэль сделал Бритмила в возрасте 13 лет, поэтому он 13 на 100, получается, за 1300, вот это время, когда они владели заслугу того Бритмила, не знаю, в любом случае, легко запомнить эту дату, в 648 году. И что оказывается, когда арабы пришли, а ведь что это такое было? Мухаммед, как вы знаете, Магомед, где он придумал свой Коран, он жил в Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия, это родина арабов, не Ратисея, они из Аравии, да, и там он учился одного раввина, я не знаю, зачем он учился, никогда нельзя, как вы знаете, это очень опасное дело, учить тебя не еврея в Таре, потому что Мухаммеду это очень понравилось, и он переписал на свой арабский лад, да, там со всеми гуриями, там гаремами и прочее, прочее, вот, и он только тогда, то есть, это вот за несколько лет до этого он, значит, написал свой Коран, а Коран это от слова микра, правильно, как у нас микра Туран, у него это Коран, то же самое, и тогда они, значит, решили расшириться, распространить свою веру, то есть набеги или экспансия Мухаммеда и его племени, она не носила идеи создания национального государства и империи, а идею распространения своей веры, это чисто религиозное движение, когда они прибыли довольно быстро, да, потому что, ну, как-то, как мы видим сейчас, организованная банда внезапно нападает, да, сейчас они напали с машинами, с пулеметами, а тогда на лошадях, вот, дикие такие, бедуины, секир башка, никакой жалости, и поэтому они легко овладели всеми этими городами и поселениями Саудовской Аравии, дошли до Эр-Исраэль, и написано, в их истории упоминается, тот, кто захватил Эр-Исраэль, Магомед к тому времени умер, а его наместник, это был Омар, кто встречает Омара в Иерусалиме, евреи, это исторический факт, так, чтобы нам не говорили, что они пришли, как бы, и никого здесь не встретили, они там, евреи их встречают, и более того, евреи их встречают хорошо, почему, потому что до этого были византийцы, христиане, и они притесняли евреев, поэтому, как бы, евреи, которые встретили этого Омара, они, как бы, ожидали, что он будет относиться более терпимо, не так, как христиане не будут преследовать евреев. И дальше описывается, что евреи взяли этого Омара на храмовую гору и сказали, здесь у нас был храм. То есть, представьте, как бы, кто жители местные, которые встречают арабских завоевателей в 7 веке новой эры, евреи. И они знают, где что находится. Здесь у нас был храм. Почему? Потому что, очевидно, всегда мы знали, что там был храм. Храм Шломуамелаха, да? И там сказано, да, пришел он, и он понял, что это святое место, и он сказал, надо построить какую-то конструкцию, чтобы охранять это свое место. Поэтому он называется, у них называется Аль-Харам. Да, Аль-Харам, а Харам по-русски называется храм. Мы говорим, храм Божий, храм, и все на самом деле. Храм на иврите означает запрещенное место. Но оно может быть запрещено из-за того, что это проклятое место или священное место. Да, это то же самое. Храм, хэрем, от слова хэрем, проклятие, да, проклятие, когда, вот, ну, в иврите это имеет единственное значение, а у них это имеется в смысле, будет тот проклят, который зайдет на это место, потому что оно святое, как мы знаем и сейчас, нельзя подниматься на это место, потому что, когда же Борху запретил, только Куани могут туда идти. Понимаете, насколько это все нам понятно и известно и близко, арабы у нас учатся, где что находится. Так как они могут вообще претендовать на то, что они пришли в пустую страну, никого здесь не встретили, они не виноваты. Я вот тоже видел такую запись, но это было много лет назад, когда, ну, и сейчас тоже наш земляк из Кишинева, правда, на самом деле, он не из Кишинева, он из какого-то там поселка рядом с Кишинева, как называется этот поселок, не знаете? Здесь Аргей. Да, как? Аргей. Аргей, из Аргеева, да, ну и городок. Большой поселок, как сам город. Да, городок, да. Ну, скажем, из Кишинева, я не знаю, делает это честь кишиневцам, в любом случае, там показано в Кнессе, было прямо и по телевизору показывали, я редко смотрю телевизор, но иногда, когда же Бурхум мне помогает увидеть то, что нужно. Вот он встречается с другим сеном Кнессета от арабов доктор Ахмед Тиби, ну, как бы, все говорят доктор, доктор Ахмед Тиби, а, как бы, какой он доктор, а, на самом деле, он не доктор, а он врач, да, то есть, у него нету даже третьей степени, это не четвертой степени, обычно доктор, это четвертая степень, постдокторат называется доктор, но здесь в Израиле кандидатов наук российских называют уже докторами, но он ни то, ни другое, он работал гинекологом в нашей больнице, здесь, в Адасе, его отстранили за работу за непрофессиональность, вот, то есть, на самом деле, он даже не имеет права называться доктором, потому что оказался, что он сам, вот этот доктор с понтом Ахмед Тиби, он там главный представитель арабской интеллигенции в Кнессете, и он говорит, вот, говорит Эвику, Эвик, его имя Эвик, не Эвик, но Эвик, говорит Эвику Либерману, вы, говорит, колонизация, вы оккупанты, вы оккупировали нашу страну, да, вы пришли откуда-то из Европы, да, а мы не виноваты, он говорит, что это римляне вас изгнали, если вы хотите решить свою проблему, или Европа хочет решить вашу проблему, да, то пусть они устраивают еврейское государство в Риме, в Италии, причем здесь мы, да, ну, и, к сожалению, Эвик Дор Либерман не учил истории, надеюсь, что сейчас он получил немножко все-таки, Шенк Нессета должен знать историю своего народа, вот, может быть, он увидит эту передачу, кто-то ему подскажет, какой нужно было ответ, и на самом деле вы тоже должны знать этот ответ, потому что вам могут сказать, вы оккупанты, вы захватили чужую землю, мы пришли туда, там никого не было, вот сказано у нас, мудрецы говорят, да, Малашиев, ты всегда должен знать, что надо отвечать, так вот, я вас учу, запомните, что надо отвечать, когда арабы пришли, как вы видите, исторических документов, пришли в Эртисраэль, кого-нибудь там встретили, евреев, это седьмой век, когда было восстание против Рима, 700 лет до этого, 600 лет до этого, евреи там остались, там были евреи, они пришли в пустое место, куда нас римляне изгнали, кто были римляне, кстати, как вы знаете, это были уже не римляне, это были румынские легионеры и немецкие наемники, римляне уже разлились с того времени, поэтому их империя распалась, да. А вот вы сейчас говорите, это Гоям надо, как отвечать, надо знать, а вот если еврей что-то не то говорит, ему тоже надо знать это? Конечно, надо. Если ему лучше травину отправить, как бы? Ну, как бы это одно другому не противоречит, надо знать историю, географию, и Горобины должны знать историю, географию. Вторая это и история еврейского, смотреть с какой стороны, правильно? Ну, вторая это и история, и география еврейского народа, это каждый должен знать. То есть, если не важно, еврей не еврей, если не то говорить, наверное, у него есть причина. Ну, когда это не еврей, который говорит, он это как бы агрессивным образом, чтобы унизить тебя, надо ему ответить сильнее. Если еврей, надо ему, как знаете, это как четыре сына за пасхальным столом. Одному надо, как сказано, выбить зубы, последнему, да, а это не надо выбивать зубы, а надо ответить ему и объяснить ему, что ты не знаешь, надо учиться, да, всегда надо учиться, прежде чем ты веришь каким-то гипотезам газетным или интернетовским, да, люди так кидаются, вот в интернете они прочли. Даже Рав Бегун над этим подсмеивается и говорит, я это узнал из интернета, да, знаете, пишут, люди пишут, ну, подумаешь, так вот, надо помнить, что когда римляне действительно подавили восстание, когда началось восстание против Рима, суков, Симхат Тура, да, это как бы не случайно, знаете, почему вот именно в Симхат Тура, некоторые говорят, потому что там вот это было, это прикол такой, там, плясали и все, просто враги всегда выбирают еврейские праздники, для того, чтобы показать, что вот, они нас победили, именно еврейские религиозные праздники, так это у нацистов, они, поскольку они нацисты, вот там говорили, россияне говорили, что украинцы нацисты, это, конечно, неправильно, можно всегда спорить, но не надо, не надо клеить ярлыки, нацисты, это те, это, которые хотят уничтожить народа Израиля, как вы знаете, это была идея фикс Адельфа Итлера, его приспешников, что еврейский народ должен быть уничтожен, но как бы русские не говорят, что украинцы это евреи, украинцы не говорят, что русские это евреи, просто это неприменимо, да, такие ярлыки, а здесь действительно нацисты, как мы видим, задача, единственная задача вот этих хамасовцев, которые как бы поставили своей целью освобождение Палестины, ну мы думаем, скажем так, освобождение Палестины, для того, чтобы создать свое независимое государство, освобождение Палестины от евреев, убить их всех, зарезать, да, вот их освобождение, так же, как и Гитлер хотел освободить Германию или Европу от евреев. Каким образом освободить и убить, зарезать? Поэтому, правда, нацисты – это вообще неправильный ярлык, это национальные социалисты, гитлеровцы, фашисты. В любом случае, действительно, пришли римляне и воевали против, а мы начали восстание против римского владычества. Евреи – единственный народ в мире, который посмел, это была Римская империя Великая, там на территории Израиля находились десятки тысяч вооруженных легионеров, посмели и выступили и восстали. Суккот, Семхат Тура, забросали их и трогами до начала. Потом оказалось, что это недостаточно, нужно иметь не только мечи железные, но еще и иметь военную организацию. Этого, к сожалению, у нас в то время не было. Сейчас мы видим, что все работает очень сложно. Сложено, да? Есть армия, есть министерство, есть начальник генерального штаба, есть министр обороны, который прекрасно понимает военных действиях. Это один из причин победы – это то, что все очень сложно. Один из моих сыновей, который там находится, поразительно он говорит, насколько работают четко, как по часам. Прямо как бы есть определенные стадии продвижения на территории Газы. И пока как бы не кончат все эти стадии, не продвигаются. И продвигаются очень осторожно, но медленно и верно. В любом случае, римляне, да, действительно, изгнали кого они изгнали. Руководители восстания, воюющих. Все в Израиле, по свидетельству еврея, римского историка Иосифа Флабиуса, он же Иосиф Матитьяу, потомок Маковеевского, мы отмечаем Хануку, написал целую книгу «Идейская война». И он пишет, что в Израиле к тому времени было несколько миллионов человек. Да сейчас даже, знаете, современный какой-нибудь насильник не может изнать так много людей. У них не было ни транспорта, ничего они не могли искать. И знали людей, которые были схвачены с оружием в руках, которые оказались в сопротивлении. Сколько их было? Скажем, было 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Там жили миллионы. Все они остались там. Но римляне, как бы, по большому счету, не знали евреев. Евреи стали уходить оттуда, потому что, как вы знаете, особенно когда в 325 году Елена Прекрасная, уродливая, мама императора Константина, была проникнула с пунктом еврейской веры в Иисуса и стали евреев притеснять. С 325 года стали евреев притеснять. Не было возможности там жить. Поэтому уходили через горы, через голландские высоты, уходили в Вавилон. Самое близкое место. Галиль, Вавилон. То есть до 4 века практически было еврейское население. 4 век. Теперь после этого по-прежнему евреи там находились. Вот мы видим из исторического документа, что встречает арабских захватчиков евреи, которые им говорят, где что находится. Знаете, когда приехали последняя волна поселенцев в 19 веке, им не надо было искать, где жить и все. Все написано в Таре. Берешь Тару, Бен-Гурион владел на память, владел Тарой, он знал, где что находится. Мы пришли, где здесь Ашкелон, а вот это Ашкелон. Где здесь Иерусалим, где это Арушин. Бетлехом, вот это Бетлехом. Все есть. Все у нас написано в Таре. У арабов в Коране что-то написано про Айрат Иссель. Ничего, это не их земля, они ничего не знали. Они у нас научились. Если посмотрите, все названия арабских городов, это переписано с еврейских источников. Правда, у них Шхем, называется не Шхем, а называется Наблус. Почему? Неаполис. После того, как римляне захватили Эрот-Исраиль, они переименовали свои города. Так у них был Неаполь. Распространено в римских империях. Может, даже это еще со времен Македонского. Неаполис. Но у них Неаполис, у них проблема, что у арабов нет буквы Бет. Только есть буква П. Поэтому, если как бы хотят проверить, знаете, иногда едешь, это есть какие-то блокпосты, да, вроде бы араб говорит хорошо на иврите, может обмануть и выглядит так, вроде борода, как у меня, все, экипа на голове. Они говорят с ним, да, и слушают его акцент. Акцент, вот у них нет в алфавите Бет. Они говорят всегда П, да. Правда, есть специальные агенты, которые уже, наверное, учились его говорить Бет, а так в основном все они говорят ТМС. У них нету даже таких букв в алфавите, которые есть в иврите. Ничего нет, да. Они еще говорят, что это их земля. Пришли сюда, встретили здесь евреев. Это они нас вытеснили отсюда. Арабы вытеснили. В седьмом веке, особенно вначале, они вели такую политику, потому что они пришли в чужую страну. Они искали какое-то самое, моду с любением, ужиться с христианами, с евреями, да. Поэтому они вели такую, как бы, сбалансированную позицию. А поскольку приходили новые орды из Саудовской Аравии, постепенно они, как бы, превратились в большинство и стали причинять евреев. Так что надо было ему сказать, этому доктору Ахмеду Тиби, это римляне на нас вытеснили, эти вы арабы, вы захватили Эрд-Исраиль, захватили в седьмом веке страну, нашу страну Израиль, нашли там евреев и стали их притеснять. Поэтому совершенно естественно, что мы, когда мы вернулись, мы создаем там свою страну. Это надо знать, отвечать. И по поводу того, что, я говорю, у них все их названия городов, это скопировано с наших городов. Иршалаем у них есть, они называют это Эль-Кудз, Ир-Кудз, Ир-Ак-удэш. Почему, когда они стали называть это Ир-Ак-удэш, Эль-Кудз, сравнительно недавно, потому что до этого, ну, скажем, до 1917 года, это вообще не было никакое ни государство Палестины, никакое ни арабское государство. Это была Атаманская империя, турки там жили, да. Это было под властью турков. И поэтому там у них, посмотрите, административное деление Атаманской империи, нету у них даже такого района, который называется Эр-Тисраиль. Это у них называется часть Сирии. Эр-Тисраиль была часть Сирии, потому что Эр-Тисраиль была бесплодная страна, там ничего не было. Сирии что-то было, поэтому центром был Дамаск, Дамешик. У нас есть, как вы знаете в истории, Лезер Дамешик, да, который, как бы, которого послал Аврама Вину найти жену для Айцхака. Мы знаем, где Дамешик находится. И вот, значит, это исторически известный факт. С трудом ты найдешь на карте мусульманского государства Атаманской империи упоминание о Иерусалиме. Потому что столица – это Дамешик, это велоед Сирии. Представляете, насколько это у них было сейчас, когда они говорят, что это их столица, это все бред. То есть просто поражаешься, как люди могут придумать какую-то мантру, у них она называется narrative, рассказ, басню. И они в это верят. То есть, как бы, можно сказать, что с самого начала их претензии и их ненависть построена на ложной информации. Это очень интересный исторический факт. Они ничего не знают, если на самом деле надо было их взять и обучить первой истории. Я видел пропагандистский фильм, который тоже показывает детям в арабских школах. Как вот у них цветущие города, Тель-Авив, Аш-Дод, Аш-Келон, и наезжает израильский бульдозер, и разрушает эти красивые дома, и пальмы, и все. Вот они у нас забрали. Там ничего не было. Там ничего не было. Это были пустые, жалкие арабские деревни. Так что я как бы... Право сейчас это уже бесполезно. А как бы на самом деле, как это уже было показано, и то, что поразило жителей вот этих окружающих кибуцов, борцов за свободу Палестины. Знаете, кого они убили первым? Есть такая Вивьян Сильбер из Канады. Она была руководителем движения «Женщины за свободу Палестины». Писать себе. Они убили первой. То есть даже не нашли, наверное, ее расчленили еще, потому что только сейчас нашли, искали ее, куда она делась. Возможно, они как бы, не знаю, боря за свободу Палестины, так оказали какие-то особые условия, в гостиницу посетили, ничего подобного. Разрубили на куски, ничего не осталось. Почему они ее ненавидят? Потому что она внушает арабам, что можно с евреями жить мирно. В принципе, это можно, это правильно. Но она слишком преувеличивает. Арабам, когда даешь волю, вот это их мир. Убить, изнасиловать, сжечь и уничтожить. Тогда они готовы жить в мире на нашей земле. Поэтому это как бы, поэтому рассказывать им, я говорю, с одной стороны, казалось бы, они живут просто, можно поразительно. Целая нация живет на базе фальшивых историй. Совершенно фальшивых. И казалось бы, правильно это начать их образование, обучить им самым элементарным истинным, которые учат в любом высшем учебном заведении во всем мире. В Оксфорде, в Кембридже, в Беркли, где хотите. Все знают прекрасно, что Абрам Абину пришел верить в Исраиль. Да, это доказано. И, кстати, археологическими раскопками. Вот Марат Махпела, Хеврон и все. У них нету Хеврона, у них Аль-Джалиль, или как это называется, да. У нас почему называется Хеврон? Там, где похоронили Исхака, потом похоронили Ивку. Хеврон от слова Хибур, связь, да. Это связь между, как место, которое, эр-эс-эш-э-хибра, кулам-яхат, объединяется их вместе. От слова Хибур, связь. Хавэр, да. Коли-свяэль хавэрим. А у нас, у них, у арабов, нет такого слова вообще. Хэр, хавэр. То есть, пришли безграмотные, дикие люди. Ограбили, убили, изгнали нас из нашей земли. И сейчас они имеют наглость утверждать, что они коренные жители, а мы оккупанты. Понимаете? Тем более, что на протяжении, как бы, для нас, народа, который существует 4000 лет, да, они были 1300 лет здесь. Были здесь. Ничего с этой землей не сделали. Как-то Черчилль, известный, как вы знаете, английский философ, как бы, известный дипломат, руководитель английского народа во время борьбы против нацизма, когда он обсуждал право Израиля на существование, он сказал, какая разница, говорит. Если какая-то собака, он говорит, спала на сене, да, ничего не делала, ну, так это что, из-за этого сена стало его? Конечно, я бы не посмел это сказать, потому что это расизм, но это царь-то из Черчилля. Ну, спали они там на этом сене, какое-то долгое время, что из-за этого они стали его спалом. Это же аллегория, он же не оскорбляет, аллегорию. Что? Это же аллегория. Аллегория, да, конечно. Ну, даже такая, я бы не осмеялся, да. Собака спала на сене, но Черчилль, кто посмеет, если самый друг Сталина, победитель во Второй мировой войне, так он сказал, про арабов и на их претензии на эти свои. И теперь что-то очень важный момент, который я тоже хотел говорить, чтобы вы тоже знали. Вот у меня здесь есть статья, называется по-английски. Это The Origin of Arabs, Middle Eastern Ethnical and Myth-Making. Происхождение арабов. Это как бы этнография Среднего Востока и придумывание мифов. Вот это пишет не еврей, Петер Веб. Он работает в Лондоне, да, работает во многих. Член Британской академии. Постдоктор, четвертая степень. Так что ему, можете мне не верить, я как бы сионист, еврей, верующий человек. Это пишет, говорит, не было такого народа вообще арабы. Кого называли арабами, это термин, который придумали греки еще действительно в третьем веке до Новой Веры, когда они пришли сюда, они обнаружили дикие народы, да, которые как бы совершенно неуправляемы и непредсказуемы, и назвали их общим именем арабы. Мы их Ишмелим называем, да? Да, мы их называем Ишмелим. На самом деле он говорит, что говорит. По данным того времени, значит, жили какие-то племена различного происхождения, где они жили на территории Саудовской Арабии. Вообще никогда не назывались. Имя арабы, он говорит, было принято мусульманами для создания идей общей мусульманской нации. Потому что у них основа их, как бы, народа – это вера в ислам, вера в то, что Мухаммед, он пророк. И отсюда его появилось, он просто прослеживает по документам, он исследовал исторические документы, когда появляется понятие арабы в арабских источниках примерно в 8-9 веке Новой Веры. Даже не сразу после захвата, как бы, Ближнего Востока, через несколько сот лет они стали называть себя этим общим именем. Не было арабов вообще. Если отдельно, и можно сейчас уже провести проверки ДНР, вы увидите, насколько каждая из этих групп относится к другому вообще, к другой расе. То есть, получается, во римлянской империи вот это вот племена, которые на аравистов, в Италии, их не знали как арабы? Нет, не знали как арабы. Вот я говорю, если бы я сказал, меня бы убили. Но это вот, пожалуйста, можете найти легко в Гугеле. Главная его книга называется «Imagining the Arabs», то есть арабское воображение. Вот это придумали. Поразительный вообще исторический факт, что люди что-то придумали, и на основании вот того, что они придумали, у них есть какие-то претензии, они хотят нас убивать, на основании какого-то imagination, фантазии. Он говорит, что понятие арабы – это вообще не национальное понятие, которое употреблялось. Это понятие общее, да? Когда мы говорим, я не знаю, на русском языке выражение есть такое какое-нибудь общее, да? Чучмеки. Ну, чучмеки, как вы, вы не жили в советском языке, а чучмеки, не хочу обижать, кто были чучмеки. Это были азиаты, казахи, узбеки, там, я не знаю, это все были чучмеки на общее название. Арабы, они в этом роде чучмеки. Какая-то такая самая непонятная, какие-то люди, которых надо бояться, непредсказуемые, у них нет никаких законов, ни морали, только секир башка. Это было всегда, да. И в этом смысле это, конечно, возвращает нас к Ишмаэлю, к Исаву, да, когда сейчас мы получаем в нашей главе точное изображение, как бы, наказ или предсказание будущего Исава. По сути дела, мы знаем, потом они породнились, Исав и Ишмаэль. А харбэкатихье, да, как благословляет бедный Ицхак Абину, благословляет Ишмаэля. А харбэкатихье. Исав, за Исаву. Исава, да, да, Исава, да. Но они породнились. Ты будешь жить при помощи меча. Вот это твое пропитание. Бить, убивать, грабить. Вот твое будет самое. Конечно, надо было сказать Исав Кавину. Что ты говоришь? Мы за это будем страдать, правильно? Но он просто предсказал, да, вы знаете, иногда бесполезно человеку что-то внушать. Есть какие-то очень подспудные внутренние качества, которые не подаются воспитанием. Как рассказывает, по-моему, это рассказывает в одном из еврейских мудрецов в России. Значит, вот какой-то нашелся какой-то чудак, который сказал, что даже кошку можно выдрессировать. И что вот она научилась у кошки ходить на задних лапках и брать какие-то вещи, и все. А эти еврейский мудрец, ну, примерно это вот 19-й век. В царском дворце это был эксперимент. Все были в восхищении, что вот прямостоящие, знаете, Homo sapiens, это прямостоящая кошка тоже мог ходить на задних лапках. Он просто взял и выпустил мышку. И забывая в свои комитетрии на воспитание, она кинулся за мышку. И вообще этот экспериментатор сказал, что это нечистый эксперимент, это нечестно. Ну, поэтому, как говорят по-русски, как волка не кормим, все в лес смотрит. Бесполезно. Так что это, в этом смысле, можно было их обучить и объяснить им. Некоторые рабы знают, знаете. Вот посмотрите на физию, не могу другого слова найти, этого руководителя бандитов Самбара. Самбара, ему кажется, вот я его называю Самовар. Да, он такой никакой не Самовар, конечно, но бандит, который руководил всем. Сейчас как бы глава Хамаса. Он не похож на араба. Самые специалисты смотрят на лицо, говорят, что это лицо шизофреника. Яхния, да, его зовут? Яхния, нет, 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 возможно, да, неважно. Самовар, знаете, как говорят, как не называют, только, можешь называть горшком только в песне саде. Какой-то Самовар. А там у них просто это как бы весь спектр всех этносов, которые находились в это время. Да, Тимвар, Самовар, как его называют. То есть, писать себе, были греки и были римляне, значит, они брали местных женщин. И поэтому есть многие арабы, которые вообще как бы имеют еврейские, арабские черты. Если их называют бедуинами, так вот в этой работе Питер Випп говорит, нет, бедуины это что-то другое. Это не бедуины. Арабы, общее понятие арабы это кочевые, различные кочевые племена. Возможно, среди них есть бедуины, но это не бедуины. Потому что вот эти племена, они жили более оседанной жизнью в Саудовской арабе. У них были какие-то как мекка, метины и прочее другое, как бы там они, как они жили. Вы знаете, между прочим, мы сейчас скоро будем отмечать праздник Хануха. Так вот, с чего начались военные подвиги? Мухаммеда, что он осадил еврейский город в Аравии. Там было племя Хануха. И он победил, к сожалению. Вот, как бы снова, наверное, говорят, что это просчет Натаньяо, просчет генерального штаба. Ну, знаете, бандитские налеты. Вдруг налетают, люди живут в мирной жизни, налетают бандиты и все. Значит, он победил этих Хануху, и он понял, что он может дальше продолжать, и так они стали распространяться и расширяться. А в то время Саудовская арабия тоже была населена евреями. Потому что, как мы знаем, во время уже первого храма части десяти колен были отправлены на уходной срам на северной части его границы. Поэтому, особенно в Афганистане, есть остатки племени Эфраим и Монаши. Талибаны – это выходцы из еврейских племен, поэтому они такие воинственные. В Пакистане есть еврейские племена. А в Афганистане вообще говорят, что просто как бы жили рядом евреи и вот эти племена Эфраим и Монаши. И они знали, что они происходят от общего народа. Но часть сбежала, особенно во время Римской империи, и потом, когда арабы напали, переселилась на Саудовской Аравии. Настолько, что в Саудовской Аравии было еврейское государство, которое создал какой-то житель этого района, который принял еврейство, Йосеф Зуноваса. И он там воевал успешно, но он был разгромлен византийцами. То есть это примерно в то же самое время, когда мы читаем про Хазарское царство. Хазарское царство – это начало VII века, и так это до X века. Так и в это же время было крупное еврейское государство на Саудовской Аравии. Евреи там жили. Евреи там жили. С кем общался Мухаммед, у кого он учился, с кем он воевал с евреями. Как говорили из такой песни, евреи все евреи, кругом одни евреи. Так вот, это верно, да? Когда не слышишь, они еще говорят, что они вообще как бы пришли вдруг какие-то евреи, не зная откуда, и говорят, что это их земля. Да это вы пришли, арабы, на нашу землю. Это исторически показано, да? Мы ничего не знали здесь. Мы вас обучили, сказали, здесь храмовая гора, здесь Исхак. Вот они, знаете, у них такая нарратив, снова это мифология арабская, что как будто это был не Исхак, а это был Ишмайль, которого Ибраим хотел принести в жертву. Возможно, даже жалко, что не до конца не дорезал. Вот такая. Вот это их все украли у нас. В общем, невероятно, да? Плагиат, чистый плагиат литературный за это. Это копирайт. Украли у нас копирайт, придумали. Представляете, невероятно. Это, говорится, действительно, какой-то народ с такой живой фантазией, но, к сожалению, эта фантазия идет в другие места. И придумают что-то, фантазируют. И на основании этого предъявляют требования. Все самое поразительное, конечно, что другие народы их поддерживают. Вы знаете, организация обеденных наций принимает всякого рода решения, резолюции против Израиля. Почему? На это дает наши мудрецы очень простой ответ. Они, все враги Израиля, это Амалек. Как говорится, так уже сказано. Амалек – это, почему надо помнить, что сделал себе Амалек, потому что иногда нету точной идентификации, где здесь находится Амалек. Поэтому наши мудрецы уже давно сказали, что все антисемиты типа Гитлера, типа этого Симбара и всех этих палестинцев – это и есть Амалек. Амалек – это понятие собирательное, это не этническое понятие. Там они все Амалеки. Вы знаете, что я, как-то получилось у меня, мы с женой, я уже не помню, по какой причине были в Швейцарии. Недавно с вами видели. Вот моя жена говорит по-французски, она из Парижа. Ехали в поезде, и там была это как-то женщина немолодая. Она говорит, разговорились по-французски, и все, и она говорит, а вы где живете там, в Тюрихе или все. Мне жена говорит, мы живем в Иерусалиме, а, вы Иерусалим, вы евреи, да? А, как здорово, как это приятно, знаете, всегда начинает потом. Моя жена спрашивает ее, а скажите, а вот что вы думаете вот во всем этом ближневосточном конфликте? Она говорит, когда мой отец был еще жив, и тогда это было решение создания государства Израиль, мой папа говорил, мы слишком много дали этим евреям, понимаете? Они нам дали, да. Они тоже построены как бы на полном непонятии. Да мы воевали здесь в 48-м, да еще до этого, в подпольной армии. Воевали, победили. Они хотели нас уничтожить. Ничего они нам не давали. Если бы мы ждали от швейцарцев или еще от кого-то милости, ничего кроме, может быть, как говорят, палаток для перемещенных лиц и одеял, чтобы прикрываться мы от них не получили. Сами взяли. И всегда, естественно, представьте себе. И моя жена вспоминает очень интересный момент. Она была маленькой девочкой во время войны 67-го года. И жила в Париже, там как бы в окружении неевреев, дружила. Она говорит, там были у нее подруги. На улице, знаете, как на дворике играют, там со всякими подружками. А когда как бы в преддверии войны 67-го года была такая ситуация. Арабы закрыли доступ Израиля в Красное море. Объявили блокаду. То есть у нас торговля через Красное море с Африкой, с Индией и все. Значит, это само объявили блокаду. И потянули войска, потребовали от миротворства в организации именных наций отвезти войска, которые создавали кордон на границе как раз в районе Газа и прочее. Там было специальное решение в организации объединенных наций. Находились все войска для того, чтобы не допустить прямого столкновения между Египтом и Израилем. И вдруг египетский диктатор Гамель Абдель Нассер потребовал от войск организаций именных наций отвезти свои войска. Казалось бы, кто такой он и от организаций именных наций, международные организации, такие решения принимаются. Ничего подобного. Они сразу отвели бы свои войска. И танки, советские танки, там было Т-34 и другие, они встали прямо на границах Израиля. Понятно все. Собираются уничтожить. И в этих условиях, так, можно сказать, жена, одна из ее подружек сказала ей, француженка, ты знаешь, сейчас будет уничтожен Израиль, и вас всех евреев пошлют в концлагеря и будут убивать. Представляете себе? То есть это как бы у них было связано. Казалось, ну, мы же живем во Франции, знаете, люди в любой стране, как евреи в России, так и евреи во Франции, выглядят как французы, говорят на французском языке, и все нет. Мы вас всех будем сейчас уничтожать. Но тебя, говорит эта девочка, маленькая девочка, сколько ей было, 7-6 лет, я тебя спасу. Я от моей подруги, я тебя не трону. То есть был ужас у евреев в Франции в то время. Как и сейчас тоже, я слышу про Америку, сейчас мы говорим об этом. Было, как они понимали, что если будет уничтожен Израиль, будет уничтожение евреев во всем мире. И так сказал, интересно, президент Байден во время своего первого визита, ну, вот недавнего визита, после всей этой самой Таракции, как вы помните, он был здесь, в Израиле. И он сказал, мы знаем, что судьба евреев всего мира зависит от существования государства Израиля. Не будет государства Израиля, ваше существование будет под большой опасностью. Поэтому мы, защищая Израиль, защищаем и евреев во всем мире. Правильно очень сказал. Очень правильно и правильно понял. И вы знаете, у меня дочка сейчас находится в Шлихуте, под Нью-Йорком. Она говорит, евреи снимают мезузы со своих домов. Потому что такой антисемптизм сильный. И понимает, что если, не дай бог, что-то произойдет в Израиле, начнутся погромы в Америке. Можно бить. Это интересно. Какая связь. Она рассказывает тоже, моя жена во время 67-го года, у них, говорит, был такой французский дяденька, дедушка. Очень любила, любила. Жена, зовут ее Катя, Катерин. Это французская девочка. Все. Он ее любил. Она ходила играться и всему. И он, этот вот дяденька, дедушка, пришел к отцу моей жены и говорит, ты знаешь, скоро всех евреев будут убивать. Отдай мне Катю, я ее люблю, она сама, я ее спасу. А отец говорит с понтом, да. Ну, вроде такая, как бы, спаси уже, у меня есть еще дети. Нет, говорит, я вот ее люблю, я ее спасу. Насколько казалось бы, добрый дедушка такой. Вот, любит. Эту девочку, она похожа на француженка, такая миленькая девочка. Превосходная. А все остальные пусть убивают, какая ему разница. Вот это, как бы, это не амалеки. От них мы ожидаем какого-то понимания, какого-то сражения. Смотрите, насколько важно, как, я думаю, это был канадский премьер-министр недавно, который сказал, что это, как бы, безобразие. Евреи снова убивают детей и женщин, и все. Вот, это было гитлеровский навет. Всегда они говорили, что евреи, они ставят под угрозу весь мир. Из-за чего они ставят под угрозу всем мир? Потому что они существуют. С самим фактом существования мы ставим под угрозу все-все. По-немецки это называлось фербрехер, да, преступники. И премьер-министр Анатаньяу ответил ему. Он сказал, вы, господин премьер-министр Трюдо, забыли, что это не 1943 год, когда нас можно было уничтожать и у нас не было возможности защищаться. А сейчас мы защищаемся. И говорит, вы неправильно говорите, что есть какие-то, как бы, беспорядки, и Израиль пользуется, как бы, оружием для подавления этих беспорядков. Это война на уничтожение ведут, весь мир стал против нас, ведет борьбу на уничтожение. Так что это право, когда вы бомбили страны, как вы, страны Антанты, США, Англия, Франция и другие страны во время войны в 44-45 году, как вы знаете, была бомбардировка немецких городов. Видели фотографии? Посмотрите, Дрезден, Лейпциг. В этом смысле сегодняшняя газа так не будет. Некоторые районы, там, где оказались очаги, как бы, Хамаса, они уничтожены. А там по-прежнему город существует, дома существуют. А эти миротворцы, смонтам, они вообще не смотрели. Там есть дети, женщины, они создавали гуманитарных коридоров. Они просто сравняли действительно все с землей. Но у них было тысяча самолетов. Так рассказывают немцы, которые там прятались от этих налетов. Говорят, это было что-то страшное. В течение дня были, шли волнами. Тысяча самолетов пролетает и сбрасывает бомбы. Возвращается снова, снова возвращается. Понимаете? Тогда они не понимали. Они говорили, конечно, нацизм это, как бы, опасность для всего мира. Говорит им Натаньяу. А арабы это не опасность для всего мира. Вот эти самые хамасники это не опасность для всего мира. Как мы знаем, как во Франции были колоссальные, и в Англии колоссальные демонстрации против Израиля. Которые нападали эти демонстранты, нападали их там миллионы арабов. Знаете, как бы, захват Европы арабами уже начался. Много лет назад. И сейчас, как бы, помню, мы были во Франции. У них на их самое, как это, Крисмас. Моя жена помнит, что когда она была ребенком, весь Париж был освящен, и Филия Брашни, ну, такой у них большой праздник, и все. Она это спросила у своей сестры. Говорит, а почему сегодня вот такой большой праздник, и нет, ничего себе. Говорит, не хотят раздражать мусульман. Это не их праздник. Это же настолько, понимаете, что боятся французы, во Франции боятся мусульман. Началась экспансия, захват Европы мусульманами. И их, как бы, их уже эти европейцы боятся. Единственное, кто не боится, это мы. Мы защищаем Европу. По нашему примеру, я что-то могу сделать. Я вам расскажу последнюю историю потрясающую, которую вы не знаете. Русские тоже боятся мусульманам. Да, очень. Но они в этом смысле, как бы, умеют. Родственные народы, они умеют с ними обращаться. Они держат их довольно жестоко. Ну, правда, на бытовом уровне очень боятся. Да, на бытовом уровне. Понятно? Слушайте. То есть, это неуправляемые... Азиаты, компания. Да, неуправляемые... Да, да. Они у них только режут. Знаете, да, да. Они, как бы, сперва режут, а потом думают. Это очень опасно. Так вот, просто скажу другой пример, насколько Израиль является, как бы, гарантом свободы человечества. Вот вы, как бы, еще не родились, а я помню, это мне живо в памяти. Собственно, не Ближний Восток, была такая пражская весна. В 1968 году чехи стали поднимать голову. Они находились под советской оккупацией. Они вдруг, как бы, почувствовали, что можно требовать свободы. Чехословакия, они не хотят жить по советским законам. Чехи – это спокойные люди. У них по складу они демократы и прочие. Вот они стали, как бы, выступать. Даже правительство создалось такое. Один из их руководителей вот этого пробуждения чешского народа ходил и выступал перед, ну, был как трибун такой народный, выступал перед людьми, это были все незаконные собрания, в израильской военной форме. Почему? Потому что до этого, в 1967 году, Израиль разбил Египет. А что это было Египет? Это были советские советники, 50 тысяч советских советников, советские танки. То есть Израиль, когда он разбил, в 1663 году, это было спасение не только для Израиля, это был удар по советской мощи, потому что была легенда, что советская армия непобедима. И вот маленький Израиль, в то время, там, сейчас у нас 10 миллионов человек, тогда это было с трудом 3 миллиона человек, да, разбили, разбили советскую армию. Сбивали советские самолеты. Знаете, они там потом, такое было большое количество советских трофейных танков, что повезло только то, что у нас в Израиле были бывшие фронтовики, которые еще воевали во время Второй мировой войны, они и Советского Союза, да. Поэтому они как бы возглавили ремонт этих советских танков и превратили в часть танкового вооружения Израиля. Но главное, это был символ. Поэтому, когда этот чешский лидер выступал, это гимнастерка израильская, простая, знаете, у нас такая как бы неброская гимнастерка, это был символ того, что зло можно победить. Представьте себе. И снова и на этот раз тоже мы выступаем как символ добра, который несет свет другим людям. Как написано у нас пророком, мы свет, о роли гоим, свет для всего человечества. Дай Бог, чтобы они это поняли. Но даже если не поняли, мы будем продолжать, вы знаете. Потому что когда это кончится? Спросил у меня один знакомый здесь в Израиле. Он говорит, ну что будет, да? Вот тревожный, что будет? Я говорю, ты знаешь, если бы ты у меня спросил 4 тысячи лет назад, я бы сказал, ну не знаю, безрата Ашема и все. Но после 4 тысяч лет испытаний, которые мы перенесли, и мы здесь, да, и расцветаем, я говорю, какие вопросы могут быть? Будет, как было раньше, да. Ам Исраэль хай. КОНЕЦ